В эфире РЖД ТВ, время интервью. Сейчас у меня на видеосвязи Евгений Шлыков, председатель Совета молодежи, дирекции тяги УАО РЖД, ревизор по безопасности движения поездов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем недавно вы в дистанционном формате провели единый день адаптации. Сейчас об этом поговорим, что это за проект, акции. И в целом о том, как вовлечены работники тяги, молодежь тяги именно в эту работу. Вообще ситуация, связанная с самоизоляцией, дистанционная работа, как на вас отразилась? Улучшила ли вам ваше взаимодействие с молодежью? Поскольку все-таки молодежь более продвинутая в этом плане, гаджетами они пользуются, и для них это, в общем-то, такая естественная среда. Вот как вы оцениваете то, что произошло, и вам пришлось в этих реалиях существовать? Ну, к сожалению, так. Коронавирус заставил всех перейти сегодня в режим онлайн. Совет молодежи, дирекции, он как бы и существовал. В принципе, в режиме онлайн у нас очень большая орг структура. Мы как-то с вами об этом говорили. То есть у нас один представитель Совета молодежи, 16 заместителей по каждой региональной дирекции тяги и 148 лидеров на предприятии. Конечно же, мы взаимодействуем в режиме онлайн. Мы используем существующие площадки Trello, существующие площадки Skype, Microsoft Teams, Telegram канал. И, конечно же, мы были готовы, в принципе, к данной ситуации. И с точки зрения взаимодействия молодежи как бы особо-то и не пострадало. Вот если говорить о дистанционной форме работы именно, то есть это уже не новинка для дирекции тяги. То есть для вас это было уже естественно. Вы, собственно говоря, уже в таком формате что-то проводили и делали. Да, конечно. Мы зачастую очень часто проводили вебинары, обучающие мероприятия, онлайн-встречи. И в период коронавируса мы просто взяли опыт и начали его трассировать как можно больше. Мы провели интеллектуальную игру рубильник в формате что, где, когда. Мы провели ряд обучающих семинаров, в том числе по изучению рекламента переговоров. Ну и, конечно же, сегодня провели вот такое интересное мероприятие, как единый день адаптации по всей стране. Хочу отметить, что раньше в реалиях он проводился всегда очно. И именно ситуация, которая нас побудила провести его в онлайне и по всей России именно как раз в ситуации с коронавирусом. Ну, если вот говорить о самом едином дне адаптации, в чем суть этого проекта для тех, может быть, кто не знает, или для, скажем, молодых работников, которые вот только-только придут или пришли в дирекцию тяги? Расскажите об этом проекте. Для чего он проводится? Ну, единый день адаптации в РЖД проводится не первый год. И задача его, конечно же, это транслировать основную идеологию о работе о РЖД. Что это за компания? Представить дирекцию тяги, рассказать, какие существуют сегодня возможности, в том числе, у молодежи в своей работе. И мы провели это мероприятие в РЖД онлайн не без исключения, потому как такая возможность сегодня существует. Мы использовали ресурсы как дирекции тяги, так и существующие ресурсы в точке кипения по всей России. И достаточно успешно реализовали это мероприятие. Хочу отметить, что дни адаптации, они направлены, с точки зрения компании, именно на погружение наших молодых работников, вновь принятых работников, которые будут впервые в компании, чтобы действительно проинформировать о существующей структуре, так сказать, рассказать на пальцах, как работает сегодня компания. На какие стоят задачи. — Скажите, а вот YouTube-канал вашего совета, он специально был создан для этого проекта или уже давно существует? Вы там выкладываете, может, какие-то ролики, акции социальные? — YouTube-канал мы не сформировали специально под единый адаптацию. Он существует у нас примерно с прошлого года. Мы его используем, конечно, как проведение вебинаров. Там достаточно очень мощная база для этих дел. Конечно же, мы проводили там и интеллектуальные игры «Рубильник», там же мы проводили социальную акцию «Стихи памяти», посвященной 75-летию Победы. И постепенно мы, конечно же, это цифровой мир, поэтому свой цифровой след, особенно положительного имиджа компании, мы стараемся оставить в нашей жизни. Если говорить об участниках прошедшего дистанционного единого дня адаптации, вообще в целом, кто обычно смотрит, кто пишет какие-то вопросы, задает в чате? Ну, как правило, единый день адаптации проводится, конечно же, с работниками, которые вновь приняты были в саму компанию. Мы пошли немножко дальше и объединили мероприятие «Единый день адаптации ОАО «ЖУЛЕ» и встречу с профильными вузами в нашей стране. Приняло участие достаточно большой круг студентов. При этом были и как студенты очного обучения, и, что немаловажно, были абитуриенты. То есть мы уже их еще не поступили, но еще не сели за учебную скамью, но уже знакомятся с компанией. И отрадно понимать, что сегодня студенты, абитуриенты и молодежь в компании рассуждают едиными мыслями. И это здорово, потому как передача смыслов, именно организация самой работы в компании – это действительно важно сегодня. Чтобы наш молодой работник, который учился в университете, понимал, куда он идет, понимал, какие сегодня стоят перед ним задачи, и он максимально использовал свое время обучения для подготовки именно к предстоящей работе. Какие вообще темы поднимались в ходе открытого диалога, поскольку в этот раз была еще и встреча, такая форма с руководительной дирекцией тяги, с вместителем генерального директора Олегом Валинским. Вот что спрашивали участники, на какие вопросы он отвечал, что было актуально для них сегодня? Ну, конечно же, большинство таких вопросов были. Насколько актуальны вообще сегодня инженер? Куда идет компания в плане цифровизации? Какие сегодня существуют площадки для их самореализации? Ну, немаловажный вопрос был все-таки от преподавателей вузов, ректоров университетов о том, как компания сегодня смотрит на программу обучения, что сегодня, какие потребности существуют. Ну, и отрадно понимать, что после этого мероприятия многие ректоры позвонили нам, и мы начали с ними уже какую-то коммуникацию, с точки зрения, и не только мероприятия, но и, конечно же, производственные задачи. И я надеюсь, что этот такой шаг позволит выстроить достаточно взаимовыгодные наши отношения. А давайте я предлагаю немножко прерваться, чтобы нам не объяснять. Да, вот мы маленький отрывочек из выступления Олега Валинского предоставим прям зрителям. У нас уже сегодня есть программа, да, и, наверное, вот все то, о чем я говорил, что касается и цифрового депо, и умного локомотива, да, программ, там, связанных с организацией движения. Мы, ну, в докладе всего не скажешь, занимаемся сегодня, да, и виртуальной сцепкой, и переводом на работу в грузовом движении в одно лицо. И локомотив у нас до этого готов. У нас идет обновление значительной паркой. У нас, кстати, был техсовет в этом году, на котором и компания Локотех, и компания Синара, даже два техсовета, презентовали вот те новые модели будущих локомотивов, конституциональной платформы, я вот думаю, что как раз вот это все будет в 25-м году абсолютно реализовано. Ну, уже понятно, да, и там же, я, насколько вот сам видел, это проходило все в формате презентации, то есть было очень много графики, разнообразных таблиц, стрелочек, то есть была предоставлена полная информация всем, кто смотрел это мероприятие. А каков главный итог вот для себя вы вынесли, и что, вы будете дальше такую форму использовать, она вам показалась эффективной? Скажу так, что форма показалась нам эффективной, потому как вопросы, которые были заданы студентами, молодежью, компанией, вновь принятыми работниками, они показывают, что сегодня действительно существует потребность разговора с руководителями, с первыми лицами компании, в том числе и в режиме онлайн, потому как мы можем охватить большее количество наших работников, наших студентов пользуясь такими площадками. Как главный итог, это, конечно же, полезные наши сегодня взаимодействия и связи, которые были построены во время данного мероприятия. Это и со студентами, и с нашими работниками, и, конечно же, с преподавателями вузов и векторами. Поэтому сегодня мы будем дальше проводить эту работу. У нас запланировано следующий день адаптации предварительно в августе и предварительно в ноябре текущего года. В августе мы будем настраивать работу именно с теми работниками, которые только окончили университет. Мы в ноябре проведем еще один день адаптации, уже в более расширенном формате, с участием заместителя, начальника дирекции, для того, чтобы обсудить актуальные проблемы, найти какие-то решения и в дальнейшем, конечно же, взаимоотношения выстраивать дальше. Ну, правильно, и таким образом, знаете, это борьба за работника. Это тоже важно, поскольку они сейчас получают профессию, из вуза выходят, так, почесали, посмотрели, а они пойдут, и уходят в совсем другую сферу. А на них же потраченное время, и они сами потратили собственное время для того, чтобы стать теми же инженерами, да, а здесь они могут быть полезной компанией, и компания тоже заинтересована в том, чтобы у нее были специалисты. И, Винни, так получается, что вы раньше, вот когда мы общались в студии, обсуждали тоже дела совета, вы были ведущим инженером дирекции тяги, а теперь вы, получается, уже стали ревизором по безопасности движения поездов. То есть это рост, ну, и, наверное, это как-то, ну, больше ответственности, и, конечно, ну, уже сложно, да, вот так вот совмещать все вместе, но вы пытаетесь. То есть вы являетесь как примером, я бы сказал, да, вот что можно расти даже в течение непредодолжительного времени в рамках структуры, компании, вырасти и получить новый статус, потому что профессионально сам хочешь это делать. Вообще скажу, что с точки зрения, как бы, развития, вот мне повезло в том плане, что я являюсь тем примером, когда именно из глубинки, из там далекого, там, Дальнего Востока, я работал в депо Комсомольца на Амуре, я перебрался в Москву, и вот уже везор службы. То есть, ну, как бы, да, такой пример, вот такие примеры у нас существуют. И я вот как раз-таки и стараюсь сделать так, чтобы сегодня молодежь видела эти горизонты, понимала, куда двигаться, и, конечно же, использовала все возможные ресурсы в компании, которых бесчисленное множество. Ни одна компания в стране таких возможностей не представляет, и нужно сегодня их использовать по максимуму. Поэтому, да, это классный футбол. Большое вам спасибо за этот разговор, я вам желаю успехов, ну, и надеюсь, что мы в будущем обязательно встретимся и обсудим вот уже следующие дни, единые дни адаптации. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»